Всем доброго времени, все-таки, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Демастер. И сегодня мы вместе с вами, дорогие друзья, поиграем в такой режим на Реалмсе, как Фортес Фрэнзи. Давно мы в него не играли, но я решил сыграть, у нас уже почти начало игры. У нас две команды, синие и красные. В моей команде Дон Хилобанов, против меня Миша Кул, потом Кевин и Снипер Майк. Взял чуваков из Стимспика, чтобы поиграть на Реалмсе. Так, ладно, пока у нас копятся денежки, можно просто пострелять по ним из лука. В общем, Фортес Фрэнзи, это режим, где у нас есть, в общем-то, Форт наш. Вот он тут находится, у нашего Форта есть Нексус. Вот он, если его снесут, то мы проиграем. Ну, не один раз, его нужно несколько раз снести, чтобы мы уж точно проиграли. Тут уже там по кому-то... А, тут только ачивки получили, да? За попадение. Так, ладно, я открою Арчершоп, или мы уже открыли Арчершоп? Арчершоп открыли, понял. Надо купить более мощный лук, вообще самый топовый лук. Вот он, за 24 Эмиральда. Ну, с ним, конечно, неудобно бегать, но пойдет на первое время и стрел, стрел. Все равно пока что копим Эмиральды, пока что наши территории не соединены. Через какое-то время наши территории соединятся. И после этого начнется вообще жесткое рубило. Вот так же мы откроем другие магазины, и сможем строить другие различные постройки на нашей территории. Как видите, наша территория, территория противников постепенно растет. Мы приближаемся друг к другу, и скоро мы уже совсем соединимся территориями. Так, я и говорил, давно уже не записывал этот режим, эту карту. Я бы назвал это больше картой. Хотя это похоже на какой-то прикольный мини-режим. Вот такой можно было бы, думаю, сделать. Как-нибудь его доработать. Все эти магазины перенести в один, который какой-нибудь переносной. Вместо кучи вот этих вот всяких предметов в инвентаре. Бесполезных. О, у меня стрелы кончились. Так, 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 нужно закупить стрел. Угу. Погнали, откроем какой-нибудь из магазинов. Например, сейчас мы можем с вами открыть... Нам понадобится платформшоп, валшоп, офенсив... Да, вот валшоп. Валшоп нужная штука, поэтому я его покупаю. Теперь мы можем покупать различные стены. Мы будем покупать стены типа Тауэр, наверное, или Биг Волл. Посмотрим. И закроем нашу территорию. Но не сейчас, чуть попозже. Пока что можно не закрывать ее. Можно подождать, пока у нас, получается, платформа расширится. Опа. По кому-то тут агорит. Еще по кому-то попал. Просто дайте огненным луком. Немного сложнее стрелять, чем из обычного. У него по-другому немного стрелы летят. Из-за того, что мы замедлены. Я не знаю, может, скорее всего, из-за этого. Может, по другим причинам. В общем-то, он, чувак, бегает просто. Такой-то, пофиге. Чтобы выиграть, нам нужно набрать 12, вроде, очков. Или, там, 15 очков. Я точно не помню. В общем, очки добываются таким образом. За каждое убийство мы получаем плюс 1 очко. И за, получается... Каждое ломание кора мы получаем 3 очка. Также, если мы сломаем кор, например, 2 раза, мы еще не выиграем. Но мы получим с него 2 фрагмента. Если мы его донесем до своего кора, эти фрагменты, то, получается, мы... О, у нас 1 поинт. Кто-то кого-то убил, плюс 1 поинт. Вот. В общем-то, когда мы донесем эти фрагменты сюда, мы получим еще за каждый фрагмент по 3 поинта. То есть, по факту, можно никого не убивать. Пойти сломать кор. И притащить... Ну, сломать его 2 раза. И притащить осколки сюда. И выиграть. Но, конечно, это практически невозможно. Потому что, пока ты будешь его ломать, в любом случае, кто-нибудь для тебя будет пытаться убить. И, пока ты ломаешь, тебя будут убить очень просто. Поэтому, соответственно, нам придется все-таки... Нифига себе, ну, чуваки, это живут долго. Надо застреливать по кому-то одному. Опа, еще догорел, чувак, догорел. Хоу. У нас уже 2 поинта. 2 поинта у нашей команды. Мы открываем прямо очень хороший счет. Но я и Эмиральды пока спрячу сундук команды. У нас есть сундук команды, куда мы можем прятать Эмиральды. То есть, наши ресурсы, таким образом складировать их. Еще плюс 1 поинт. Офигеть. Мы прямо очень хорошо начали. Еще даже не успели у нас, получается, объединиться земли. Не успела объединиться территория. Но мы уже, как видите, 3 поинта имеем. А это как-то неплохая заявочка на победу в сегодняшней с вами, дорогие друзья, игре. В ходе противники обустроили неплохо защиту. Но у них все еще до сих пор плохие лук. Вот, все, 90 секунд. Теперь эта стена стоит ровно 90 секунд. Так, ребята, скиньте все Эмиральды в сундук. Чтобы я их забрал. Все Эмиральды скидывают, мои союзники, в сундук. Так, теперь я покупаю стены. Нам нужно поставить небольшое здесь укрепление. Так, окей, давайте будем ставить такие вот стеночки. Мне нравятся они больше. Так, покупаем, покупаем. И еще вроде нужно 2. Или одна. Нет, одна, еще одна. Вроде по 5 у нас в ряде, чтобы не лишнее покупать. Раз, 3, 4, 5, да. Все, 5 штук, поэтому просто ставим вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Почему мы ставим эти стены? Мне нравится больше такой стиль, без дверей. Потому что по кнопке нажать проще, чем просто поставить лестницу со стороны. Естественно, нужно будет для своей же команды поставить лестницу. Поэтому нужно открыть магазин Tool & Items. Полезный очень магаз. Tool & Items. Он стоит 30-ку, поэтому докидываю Эмиральды. И открываю этот магазин. Отлично. Все, открыл Tool & Items. Теперь я должен купить лестницу одну. Либо куплю вот эту штуку еще себе. Тоже полезная. Конечно, не настолько полезная, как вот предыдущая штука. Но тоже неплохая. Так, и нам нужно еще немножечко ресурсов. Вроде 2. Или 3. 2 или 3. Я точно не помню. Давайте лучше помню 3. Чтобы на 100% быть уверенным, что у нас на все хватает. Конечно, у моих союзников он головы драконов и так далее. Которые дают ему ванспиды. Дополнительные всякие бонусы. Но все равно. Я пока не готов. Все, остается 994 секунды. Но обычная игра заканчивается намного раньше. Среди них еще кого-то скейта поставили. Снизу челик бегает. Надо быстренько его застрелять, пока он не ушел. Эх, да, да, да. Мы его убили. Отлично. Так, и вот здесь мы построим лестницу. Чтобы можно было уходить. Да, нужно было всего 2 лестницы. Третью я зря купил. Но ничего страшного. Мы стреляли. Теперь наши противники тоже могут к нам подняться. То есть, ну и в итоге мы тоже можем подняться на нашу территорию. Плюс стены очень далеко. Поэтому, в принципе, здесь очень большое открытое пространство. И мы будем легко отстреливаться. При этом, когда мы спрятались за стеной, по нам противники практически не могут упасть. По-моему, неплохая тактика. Неплохой план. Надо купить только стрел. И я бы купил себе голову дракона, наверное. Для этого нужно посмотреть, сколько она стоит. Вроде 32. Нет, 30 она стоит. Отлично. Покупаю голову дракона. А, да, с ней вроде скорость передвижения, если мы ее оденем. Да. Скорость передвижения. Также можно ей драться. У нее knockback 2 и fire aspect 2. Она очень сильно поджигает. Между прочим, не стоит этого не дооценивать. То есть, в ближнем бою один такой удар будет поджигать. Но fire aspect 2 уровня все-таки намного круче, чем 1 уровня. Это нужно тоже понимать. Так, отлично. Вот, наверное, точно на луке просто flame. Потому что на луке просто flame. Но вот именно на голове... О, еще один поинт. У нас же 5 поинтов. До победы осталось с ним чуть-чуть. Либо 5, либо 10 поинтов. Как я говорю, я не помню. То ли 15, то ли вообще 12, то ли 10 поинтов нужно для победы. Ну, красная наша команда явно сильнее, чем команда противников. Либо чуваки недоигрывают просто. Либо, за что, кстати, при смерти они полностью теряют весь лут. Поэтому лучше в этом режиме вообще не умирать. Потому что если ты умираешь, то, естественно, теряешь очень большое преимущество. Вот. Ну и... О, еще звуки. Что-то демон к нам приедет какой-то. Я убил его нафиг. Страшный какой-то демон был. Фух, не знаю. Он меня пугал. Он меня пугал с этими звуками. Жесть. Я его завалил, короче. Так. Ну, естественно, естественно. Регениться можно только у дерева. Поэтому с нашей стены нам постоянно нужно будет убегать до этого... До этого дерева. Чтобы порегениться. Надо будет поставить это дерево поближе для регена. Так. Там противники вон входят. Ох ты, нифига. Я получил в лицо очень сильно. И очень сильно горю, горю. Надо было захиляться. Вот дерево, конечно, регенерация медленная. Но почему нет? Неплохо. Регенерирует здесь. Надо бы еще какие-нибудь защитные штучки поставить. Типа сте... О, я знаю. Нам нужно открыть дефенсив либо офенсив. Не помню, какой шоп нужно открыть. Давайте я пробую открыть сначала... Офенсив шоп. Наверное, офенсив мне нужен. Давайте все-таки, да, офенсив откроем. Опа, открыл офенсив шоп. И кажется, здесь мне нужно снять флетчер. Так, так. Туррент. Канон. Эффект гейт. Да, мне нужен эффект гейт. Прикольная штука. Кидает либо дебаф на противников, либо баф на союзников. Либо дает нам инвиз, либо дает противникам... Либо показывает нам, где находятся противники. То есть, вот, если вот... Толдаун. Спектрал. Тим. Да, вот. Инвиз. 10 секунд. Либо спектрал. Да, вот. Визаем. Видим, где находятся противники. Опа! Видите, где находятся противники, ребят? Прямо рядом с нами. Прямо рядом с нами. Запалили только что через стену его. Нужно бы его убить. Добиваем его. Добиваем. Все, я спустился вниз и начну... Все, у них минус 2. Они будут резаться 12 секунд. Нам нужно как-то их осадить. Вот здесь нужно лестницу поставить просто. Блин, мне не хватает второй лестницы. Ладно, возвращаемся. Нам не хватило. Вот хороший амент. Хорошо мы их раскидали, но, к сожалению, не хватило немножечко. Надо зарегениться и пробовать еще раз. И купить обязательно еще одну лестницу. Так, лестницу. Лестницу, кстати, можно ломать. Есть специальный инструмент, который их ломает. Он вроде даже тут и находится. Кровбар называется. Вот он. Чтобы демонтировать лестницы. Так, ладно, регенимся. Где наш союзник? Вот Лобанов тут. Отлично. Просто подловили противника, который там снизу стоял. Он думал, что мы его не увидим. Но у нас, к счастью, появился эффект гейт, на который я потратил слишком много. Кстати, да. Перед тем, как мы на них пойдем, я, наверное, скину все эмиральды в сунду. Потому что, если я умру, то эмиральды мои пропадут, соответственно. Я бы не хотел их просрать. Ну все, я отрегинился. Можно, в принципе, попробовать атаковать наших противников. Атаковать наших соперников. Вот они там идут. Смотрите, видно, они поднимаются. Бам. Ох, там, там, там тоже стоят лучники, которых они поставили. Вот это прикольно, что на эти башни можно ставить башни с лучниками, кстати. Правда, они как-то странно у них стоят. Поэтому, может быть, они по нам и не стреляют. А может и стреляют. О, вон, видите, стрелится в меня и стреляет. Эти лучники, они какой-то хороший эдеф здесь построили. Бам, хорошо. Я нашел вот здесь маленькое мисичко, через которое, по мне, вот лучники их не стреляют. Но я могу легко продамаживать моих соперников здесь. Вижу. Опа, он тоже начал пользоваться этой дырочкой маленькой. Вот негодяй, а. Там еще бегают наши противники. Я через эту дырочку могу мониторить, где находятся еще другие противники. Бам. Бам, хорошо. Они там стоят. Они вышли в инвиз, они теперь в инвизе. Аккуратно, ребята. Я по ним стреляю. Там один закоцанный. Наши союзники ворвались туда. Отлично, надо помочь нашим союзникам. Я по ним пострелял, но моя тима уже ворвалась. Отлично, Донг ломает кор. Донг ломает кор. Донг, да, 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 да. Да, молодец, Донг просто зашел и доломал кор. И мы побеждаем. Ну, это был изи гейм, если честно. Я бы, наверное, сыграл бы еще одну игру. Но думаю, одной каточки сегодня будет достаточно. Я давно не записывал в Fortress Frenzy. В принципе, вы в комментариях напишите, хотите ли вы еще видеть этот режим. Видите этот режим с Риамса, чтобы я точно знал, записывать мне его еще в ближайшее время или нет. И попробую в следующий раз собрать всяких-нибудь хороших соперников. Прям хорошую тему, чтобы была потная каточка. Потому что это, если честно, была изичная. Ну, просто сейчас мы с утра записываем. Большинство подписчиков в школе, да. То есть, как бы на учебе там или где-то еще. Поэтому не удалось собрать, например, серьезных соперников. Ну, в принципе, те, кто с нами играли, тоже молодцы. Пытались, пытались, старались. Но не получилось их сегодня заточить. Ну что ж, на этом все. С вами был Демастер. Спасибо за просмотр. Спасибо подписчикам и SteamSpeak, которые помогли мне записать эту серию. На этом мы с вами прощаемся. Всем удачи, дорогие друзья. И всем пока-пока.